К встрече в рамках Кубка России команды подходят с разными проблемами. Если у Амичей это легкая недооценка соперника, то у Барнаульцев проблемы с составом. В Омск не поехали из-за болезни Чудояков и Шибаев, а Михаил Осипов получил травму. Из хороших новостей 99%, что легионер Антон Кобялко наконец-то в матче сыграет. Я думаю, будет тяжелый матч. По какой причине, даже не хочу плакаться, что у нас составом проблемы. Это их манеж, дышится там намного тяжелее. Это их преимущество. В Кубке России Иртыш и Динамо между собой встречались 6 раз. И статистика личных встреч в этом турнире на стороне белоголубых. Динамовцы обыгрывали мячей 4 раза, а проигрывали всего 2. Как будет на этот раз, неизвестно. Состав у Иртыша обновился и нужно им сыгрываться. А вот у барнаульцев изменения минимальны и взаимопонимание между игроками намного лучше. Хороший настрой завтра будет. Интересная игра. В Сомском давно не играли. Они там в ФНЛ от нас выходили ненадолго. Так что я жду этот матч с хорошими ожиданиями. Хочется в Кубке пройти дальше. В форме нахожусь не знаю в какой. Три недели тренируюсь, не играл. Игрового тонуса маленько нет, потому что мои партнеры сыграли уже три игры. А я только тренируюсь. Думаю, все нормально будет. Сразу после тренировки команда отправилась в Омск. Матч против Иртыша состоится завтра в 20.00 в Манеже «Красная звезда». Борьба за выход в следующий этап Кубка России будет напряженной. Ведь чем дальше команда пройдет, тем больше шансов, что в Барнаул вновь приедет клуб из премьер-лиги. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.